Привет, меня зовут Маша Алёхина, я из Пусирает. Два года назад вышла в нескольких странах мира моя книга. После этого мы сделали концерт, который, по сути, представляет эту книгу на сцене. И с помощью этого концерта мы рассказываем ту историю, которая произошла со мной с момента первой акции, в которой я поучаствовала, по последний день в колонии, которая провела два года. Для меня это не просто способ рассказать эту историю, это также способ как раз помочь тем людям, которые находятся за решеткой сейчас. И, к сожалению, политический вектор нынешней власти таков, что таких людей становится больше, политических заключенных становится больше. Людей, которые попадают совершенно необоснованно под уголовное преследование по политическим мотивам, по сравнению с 2012 годом, это количество взросло в разы просто. И я считаю, в некотором смысле, своим долгом помогать тем людям, которые сейчас находятся за решеткой, поскольку, когда так помогали мне, это в корне изменило мою жизнь. С помощью разных методов, от производства разного мерча до рассказа конкретных историй через сцену, через концерт, мы помогаем тем людям, которые находятся сейчас в беде, можно так сказать. Кроме этого, есть еще такая компонента моей жизни, как уличные акции, которые, в принципе, никуда не ушли, которые постоянно видоизменяются, но которые накладывают некоторые определенные нюансы на вашу жизнь. То есть, если вы занимаетесь акциями всякими разными, то можно быть готовым к тому, что вы больше не сможете пользоваться российскими банковскими системами, потому что ваши счета будут арестованы. И как только вы там, даже если заплатите этот несчастный первый штраф, вы сразу наложите второй. Обязательные работы, проведение там от уикенда до нескольких недель в ОВД или спецприемнике. Все больше и больше артистов, совершенно разных артистов, актеров, музыкантов, режиссеров, художников современных, присоединяются, собственно, к политической повестке и к борьбе с несправедливостью, к отсутствию демократии в нашей стране, в борьбе за освобождение политзаключенных. Это очень круто. Ну, да, я не знаю, может, это немножко пафосно звучит, но, конечно, искусство меняет мир. И, возможно, ничто так сильно, как искусство или религия не способны изменить наш мир. Собственно, поэтому во всяких разных авторитарных или тоталитарных режимах искусство попадает под репрессии, попадает под запреты, даже там такое, как наше, то есть сатирическо-карнавальное, попадает под бан, запрет, список экстремистских материалов и тому подобное, потому что искусство способно изменить представление людей о будущем и о настоящем. А власть, если такая власть, как, допустим, у нас в России, которая хочет как бы оставаться у кормушки вечно, она альтернатив и каких-то иных способов видения, чем то, какой представляет она, боится. Можно, наверное, относиться к искусству так вот практически, методологически и использовать музыку или язык кинематографа для того, чтобы донести свой месседж, но на самом деле, мне кажется, моя мысль чуть-чуть иная, то есть любое произведение не несет месседж. Вы не можете сказать о том, что то или иное произведение, искусство, не имеет никакого месседжа или аполитично, потому что, если вы так скажете, то уже будет маркирована как позиция. Очень рада тому, что музыканты современные, в том числе из совершенно разных, не знаю, жанров, или как это называется, то есть и рэп, и рок исполнители подключаются к протесту, выступая, например, на митингах, что достаточно сложно. И для человека, который там всю жизнь выступал перед аудиторией в режиме концерта, билеты, на которые покупают зрители, это достаточно тяжело, потому что, во-первых, вокруг менты тебя в любом случае там могут принять, если что. Тебе могут выключить звук. Ну, может случиться, в принципе, все что угодно. То есть это такой полевой режим, которому не каждый человек, а особенно артист, психологически готов. Колония наследует ГУЛАГ. То есть это принудительная система рабского труда, которая по-прежнему существует у нас в стране, Советского Союза. Каждый осужденный, согласно некоторому положению закона, обязан трудиться. И это труд, труд, да. Это 12-14 часов в день шитья полицейской формы, формы для российской армии, с заключенными на промзоне. Процентов 60, может быть, чуть больше, находится там по 228 по народной статье, статье за наркотики. Та ситуация, когда там человек за пол косяка может поехать на несколько лет в колонию и сломать ей жизнь. Собственно, как в колонии, так и вообще в целом в нашей стране личности не нужны. Нужны такие подчиняющиеся, привыкшие к обстоятельствам и терпящие обстоятельства люди. В женских колониях протестов, к сожалению, нет. То есть я была единственным человеком, который работал с правозащитниками, писал жалобы, подавал заявления в суд на администрацию. Но, мне кажется, это поправимо. Сейчас как бы за решетку может попасть каждый. Вам, в принципе, не обязательно даже выходить там с каким-то одиночным пикетом на улицу. Вы можете просто стоять у метро в неподходящий день, в неподходящее время. Вас могут отпиздить ОМОНовцы или Росгвардейцы, после чего вы будете отвезены в ОВД и спустя пару месяцев быть, собственно, лицом к лицу с приговором 3,5 года общего режима, как это было, например, с Павлом Устиновым. То есть сейчас от этого никто не застрахован. Фейсбук-пост, твит, ретвит, пост ВКонтакте, репост видео. Все это может являться основанием для возбуждения уголовного дела. Поэтому важно не замолкать и продолжать об этом говорить. Это основополагающая, мне кажется, вещь в жизни каждого из нас. Каждый человек имеет право на жизнь и на свободу.